От когда вы едете на велосипеде, почему это работает, я не спо... Ага, Майнивны с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Никитун, и называется оно 20 вещей, о которых разрабы не подумали. Давайте же посмотрим. Разработчикам игр нужно продумать... Разработчики часто? ...мыслимое количество ситуаций, в которых может оказаться игрок. Но далеко не все из них удается продумать. Всем привет, я Никитун, и это 20 вещей, о которых не подумали разработчики. Приятного просмотра. Обливиан, Fallout 76, Skyrim и еще многие игры, которые выпустила одна небезызвестная компания... О, надевание на голову, да, это оно? Это неимоверное количество самых разных приколов на выходе. И очень интересно, что же будет с космической эпопеей Starfield, которая уже вот-вот скоро выходит. Надеюсь, там тоже может быть космический тазик на голову надеть и воровать все вокруг. В какой-то степени уже можно прикоснуться с новой космической... О, ну ё-моё, я думал, будет прикол про тазик. Ну ладно, аторпакушь-то, одобряем, одобряем. ...арту теньков в лимитированном космическом дизайне. А мы продолжаем. На 20-м месте легкий способ убить стражей охотника в Legend of Zelda Breath of the Wild. Естественно, разработчики не ожидали такого. И это очень простой трюк, который делает один из самых опасных типов врагов в игре совершенно безполезным. Знаете же этих здоровенных роботов-охотников, которые охотятся на вас почти по всему Хайрун? Почему так? Чаще всего они встречаются возле руин, но порой их можно отыскать и в других локациях. Особенно весело наткнуться на стража, который притворяется мертвым. Он кажется неисправным, но при приближении внезапно возвращается к жизни и начинает палить из лазера прямо как в том меме. От этих стражников можно легко избавиться, если использовать на них стазис. Если сделать это со стражем, который притворяется мертвым, он не заморозится, как другие объекты, а провалится сквозь землю. Блин, ну есть огромный минус, с них ресурсы выпадают полезные. Типа ресурсы по факту ты в помойку смыл. Поэтому в такой себе способ. Землю и мгновенно умрет. Ба, конечно, ну так жалко. Эти ребята должны быть потрясающе смертоносными, но этот простой трюк превращает их в бесполезные груды металла. А на девятнадцатом месте Doom 16-го года, в который можно нанести дополнительный урон, выбирая оружие. Это еще один трюк, который очень легко проделать и который просто не могли добавить в игру специально. И встречается он в первой части Doom, издателем которой стала Bethesda. В игре у вас есть меню выбора оружия, использование которого замедляет время. Пока все просто, да? Оно никак не влияет на оружие, которое наносит урон на протяжении длительного времени. БФГ, привет. Это исключение BFG 9000. Если выстрелить из этого монстра и сразу же открыть меню выбора оружия, чтобы замедлить время, энергетическая сфера будет продолжать наносить урон, пока время замедлено. К тому моменту, когда она исчезнет, она может нанести в целых три раза больше урона, чем без использования данного трюка. До обновления она была еще мощнее и наносила раз в 10 больше урона. Но даже в текущем ослабленном состоянии она рвет монстров на куски тройным уроном. Так вы можете не особо напрягаясь отломить у полоски жизни босса неплохой кусок. А дальше классический прием из GTA San Andreas, в который можно зажать квадрат, когда вы едете на велосипеде. Почему это работает, я без понятия. И, естественно, я имею в виду контроллер PlayStation 2. Если вы на нем... Ну, это не контроллер PlayStation 2, это китайский... Понятие. И, естественно... Это какая-то подделка китайская. Я имею в виду контроллер PlayStation 2. Что это такое? Что за цифры? 1, 2, 3, 4. Где? Крестик, треугольничек, кружочек, квадратик. Что это за цифры? Это китайский какой-то... PlayStation 2. Если вы на нем зажмете квадрат, когда вы крутите педали крестиком, все тело СиДжея начнет корежить. Его руки удлинятся, а пропорции станут неправильными. Случается это только в версии для PlayStation 2. В следующих версиях Rockstar смогла это пропатчить. Но в оригинале трюк работает до сих пор. Это балдеж. Долго от него мало. Но выглядит он поистине странно, так что с ним весело было. Я об этом вообще не знал, забавная тема. 18-м месте возможность использовать псину, чтобы вскрыть любой замок Fallout 4. В Fallout 4 замки очень сложного уровня требуют у вас наличия серьезных навыков взлома. Ну, или можно привести с собой собаку. Ваш самый первый компаньон в игре это Псина. Пес, который настолько хорошо знает команду Аппорт, что способен ради ее выполнения обходить сложные запирающие механи... Он потом взял и открыл, да, такой, типа, я сейчас ломаю. Не надо думать о том, как он это делает. Это же Псина, он хороший мальчик. Вам нужно только подойти к сложному замку с Псиной, использовать команду принести предмет, и он автоматически схватит ближайший предмет. То есть, креолятор из первого же убежища, который вы обычно получаете, вернувшись туда десятки часов спустя, вы можете забрать уже в первые минуты игры. А на 16-м месте... Обалдеть, мега-имба, мега-имба. На который можно просто улететь от проблем. Тролли это одни из самых сложных противников в игре, но у них есть фатальный недостаток. Обычно тролль тупее кирпича. По задумке разработчиков, схватка с троллем должна быть опасной и изматывающей. Но вы забейте на это все. Просто привлеките внимание тролля, вскочите на метлу и улетайте, глядя как он следует за вами в какую-нибудь пропасть, в которой он мгновенно погибнет. Тут важно сесть на метлу своевременно. А еще, если слишком отдалиться от тролля, он начнет бросаться в вас камнями. Но в остальном, зачищать локации от троллей таким образом жутко легко. Разработчики вряд ли предполагали, что это будет делаться таким образом. А, все, он просто исчез. На 15-м месте GTA 4 и возможность врезаться в качели. А что нет? В мир этой игры место опасное. О, это когда его подлетает. Самый смертоносный объект Liberty City это калечащие качели. С физикой качели в этой игре что-то, ну, очень не так. А, ну почему он так работает? Поэтому с ними связан особенный глюк. Если въехать в качели под определенным углом, вы окажетесь в воздухе в десятки метров над улицами. Чтобы научиться управлять этим глюком, вам, может быть, нужно попрактиковаться. Порой, если вы въезжаете в качели, они спрессовывают вашу машину или выстреливают ей в стену на полной скорости. Но если вам повезет, качели перебросят вас через всю карту самым что ни на есть поразительным образом. Лучше всего то, что Rockstar и не пыталась чинить этот глюк. Так что им можно пользоваться до сих пор. И он все так же шикарен. А на 14-м месте атака с ставкой с воздуха в Metal Gear Solid 5. Одна из самых веселых вещей в Metal Gear Solid 5 это использование нестандартных подходов к различным ситуациям. Мне кажется, это продумано. Я не думаю, что это не продумано. А, там будет битва с этой. Ну, хотя я думаю, это продумано. Просто Дукадима гений. Хе, 100%. Но следующий трюк явно добавили в игру не специально. Потому что с одним из обновлений его все же убрали. А, да, это ладно. Изначально, когда вы вызывали доставку с воздухом... Че, я им пользовался, когда только вышла игра. Вы не только получали возможность восполнить запасы патронов и аптечек. Но и заполучали в свое распоряжение грозное оружие. Против патрули оно было не особо полезным. Но отлично работало против неподвижных целей у снайперов. В одном из первых заданий вам предстояло противостоять легендарному снайперу, Молчунье. Это задание должно было быть очень напряженным. В нем вы осторожно подкрадывались к цели под постоянным огнем. Но с помощью нашего трюка все становилось в разы проще. Стоило вам уронить на голову Молчуни две коробки, как задание заканчивалось. Прицеливаться с помощью карты было немного сложновато. Но с помощью этого трюка задание можно было закончить буквально за секунды. Жалко, что с обновлением это удали, потому что это был один из лучших трюков в игре. А на тринадцатом месте смена оружия во время прицеливания в Resident Evil 4. Если что, я говорю про оригинальную версию этой игры. Этот знаменитый трюк зовут глюком Дитмана. И им, на удивление, легко воспользоваться. Вам нужно только найти дробовик страйкер, быстро открыть инвентарь и переключиться на другое оружие. Это нужно сделать довольно шустро. Если вы увидите лазер страйкера, у вас не вышло воспользоваться глюком. Но, потренировавшись, вы начнете делать это без проблем. Если все выполнить правильно, Леон начнет делать совершенно все примерно в полтора раза быстрее. Перезаряжаться, использовать нож, ходить. Все заметно ускорится. Это, по сути, главный трюк спидраннеров, без которого они просто жить не могут. Настолько сильно он ускоряет прохождение. Он также делает игру заметно легче. И все, что вам нужно, это определенный дробовик и относительно хорошая реакция. А на 12 месте навозная защита из Даршотс. Реакция там и шарим, ребята, там и шарим. В этой игре есть практически бесполезный предмет под названием навозный пирог. Название у него соответствует содержанию. Им можно бросаться во врагов. И он постепенно будет накладывать на них эффект отравления токсинами. Что может быть очень полезно во многих ситуациях. Но у этого предмета есть важный недостаток. При использовании навозного пирога сам герой тоже страдает от токсинов. Отравление токсинами это, по сути, супер-версия отравления ядом. Которая может нанести кучу урона. Но, знаете, вот что. Все могло быть гораздо хуже. Одна из самых противных секций игры это Чумной город. Ну, болото, Чумные города. Если вы не знаете Чумной город, вы в игру точно не играли. Это отвратительная Купола Чук. Темная, запутанная и полная бесящих врагов, стреляющих отравленными дротиками. Попытки исследовать... Проблема ее, то, что еще там вечно на высоте упасть туда нечего делать. Данное место не приносит ни капли удовольствия. Но некоторые игроки придумали способ защититься от токсичных атак. Нужно просто заранее отравиться навозными пирогами. Что, почему-то, будет наносить гораздо меньше урона, чем отравление дротиками снайперов. Это смахивает на вакцинацию, когда вы слегка себя заражаете, чтобы выработать иммунитет. И это легко выполнимый трюк, который звучит нелогично, но может быть очень полезно. То есть, по факту, один дот... Ну, дот это отрава, а не позволяет другой работать. ...для прохождения этой выматывающей нервы части игры. На одиннадцатом месте Half-Life 2 и возможность встать на предмет, который вы держите. В Half-Life 2 игрок мог держать под собой небольшой плоский предмет и постоянно подпрыгивать. Ну да, это имбак. Из-за того, что данный предмет считался платформой, а переносимые предметы всегда держались на определенном расстоянии от игрока, эту технику можно было использовать для того, чтобы пролетать над большими частями разных форм. Арабская ночь! Это исправили в эпизод 1 и следующей части. Но это все равно очень важная составляющая скоростных прохождений Half-Life 2. Эта игра произвела революцию в игровой физике, но идеальной она определенно не была. И данный трюк тому отличный пример. А на десятом месте... Да, но все рассчитать невозможно, и более на то время. Сейчас игры с такой физикой практически не делают. The Angel of Darkness и возможность получить доступ к вырезанному из игры обучению. Это какой-то очень странный случай, где смешались как намеренные решения разработчиков, так и случайности. Давайте разбираться. The Angel of Darkness печально известна тем, насколько сломанная она была в момент выхода. И данный глюк является одним из примеров ее сомнительного качества. Если вы использовали код для выбора уровня и с его помощью перепроходили первый уровень, вы почему-то могли воспользоваться данной лестницей, которая обычно уровень завершает. Но это не самая интересная часть. Обычно уровень этом заканчивается, но при таком подходе он продолжается. И вы получаете доступ к куче вырезанного контента, который просто оставили в игре. Это целая обучающая секция. А чё они обучающую секцию вырезали? Игры становятся только лучше, если из них вырезать нудное обучение. Но в данном случае масса информации из обучения была критически важной. И в финальной версии игры игроку ее никто не подавал. Чаще всего добраться до вырезанного контента жутко сложно. Здесь вам нужно просто выбрать уровень. Можно спуститься по лестнице. Разработчики, вероятно, не сильно верили в свой проект. И не думали, что кто-нибудь попытается перепройти первый уровень. А на девятом месте первая Red Dead Redemption, где... Ну, дай же возможность передаваться на руно. Динамит можно превратить в самонаводящуюся ракету. Вот он летит. Говорят, что этот трюк широко известен. Но я его никогда не замечал, хотя игру перепроходил несколько раз. Он потрясающе прост, и кто угодно может им воспользоваться. Просто возьмите шашку динамита или бутылку коктейля Молотова, включите режим Dead Eye и прицельтесь во что-нибудь двигающееся быстро. Например, в птицу. Да, Dead Eye почему-то работает для взрывчатки. Она будет всегда идеально попадать в... Это похоже на этот чемоданчик из Хитмана, реально. Это каждый раз восхищает. Динамит становится настоящей ракетой, которая гонится за птицей по воздуху. Я понимаю, что это издевательство над животными. Но случай все равно интересный. В убегающего бандита динамит попадет точно так же. Джон Марстон настолько круто целится, что его прицеливание ломает законы физики. Это один из самых крутых и простых трюков во всех играх от Rockstar. А на восьмом месте Final Fantasy VIII и возможность набрать кучу палаток. Эта игра словно была создана для того, чтобы ее ломали. Она сделана из миллиардов взаимодействующих и сбивающих с толку систем. Так что при первом прохождении незадачливым игрокам остается только страдать. Но если вы начнете разбираться в том, как игра устроена, вы быстро поймете, насколько легко сломать... Это машина, ребят, нормально? Бега числа. Я не помню, восьмую я вроде не проходил. Девятую я проходил часть в финалке. Вот восьмую я вообще не помню. Начинается с одного простого трюка. Если вы хотите совершенно кастрировать сложность, для начала вам нужно набрать денег, проходя экзамены, что довольно просто. Если вы провалите экзамен, его всегда можно пройти снова. Закончив экзамены, вы получите массу денег, которые можно потратить на палатки. Обычно вам не нужна куча палаток. Но в этой игре предметы можно превращать в магию. А магию можно напрямую привязывать к характеристикам персонажей. Если вы не играли в эту часть, вам это покажется бредом. Да даже если и играли. Но суть в том, что с самого начала игры вы можете получить максимальное количество здоровья. Это сделает всех обычных врагов и боссов на протяжении большей части игры совершенно безвредными. И это только начало. В этой игре столько всего можно сделать, чтобы понизить сложность. Но этот первый шаг настолько прост, что кажется каким-то жульничеством. Несмотря на то, что вы правильно используете игровые системы. Разработчики просто не осознавали, какого монстра они создавали. А на седьмом месте излишне мощное игрушечное ружьё из Dead Rising 2. Один из неприятных боссов второй части это вертолёт, который нужно уничтожать особым образом, бросая различные вещи в ротор. Это странная схватка, в которой вы зависите не от ваших умений или арсенала, а от валяющегося вокруг мусора. Но в игре есть случайно добавленный туда способ сделать хотя бы часть данной схватки гораздо легче. Вау, вот это я слышал. Это совершенно безвредная игрушка, стреляющая шариками для настольного тенниса, которые считаются отдельными объектами. Именно поэтому шарики наносят ротору такой же урон, как и любые забрасываемые в него объекты. И вы... Очень логично. Почтите, обычное огнестрельное оружие против вертолёта не работает, потому что пуль... Потому что там пульки сразу как эти рейтрейсеры идут. ...объектами не считаются. Так что в данном случае игрушечное ружьё гораздо мощнее настоящего пулемёта. Логика вышла из чата, но босса это делает заметно легче. А на шестом месте трюк, позволяющий просто включить DLC из Alice Madness Returns. Вот это разработчики гарантированно сделали не специально. В других пунктах списка вы узнали о трюках, которые можно проделывать в играх, используя ситуации, которые, скорее всего, разработчики не предусмотрели. Но тут всё веселей. Давайте разбираться. Alice Madness Returns это игра с дополнениями, которые уже не купишь. Когда вы ещё могли их купить, они были доступны в Origins, лончере от Electronic Arts. Казалось бы, все те, кто в наши дни хотят посмотреть на дополнительный контент, никак его больше не увидят, да? А вот и нет. Ведь он весь почему-то поставлялся вместе с базовой игрой. И если вы хотите его активировать, вам только нужно открыть один и не файл. И просто написать true, и всё, реально. Файл в папке с игрой. То есть там именно... Они реально засунули настройку всего этого в конфиг файл. Сильно. 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 И всё. Сильно. Дополнения буквально отключены одним единственным файлом, который можно отредактировать блокнотом. Одной булевой переменной. Это отключено одной булевой переменной. Они хотят получить снятые с продажи вещи. Но вряд ли разработчики специально предусмотрели данную возможность, верно? Вот вы сколько раз видели игры, в которых платный контент можно получить, не заплатив, а просто отредактировав текстовый файл? Я не жалуюсь, но это практически неслыханная щедрость. Никто в мире не назовёт это хорошей схемой защиты цифрового контента от нелегального использования. А на пятом месте прицеливание в пол... Ну, это хорошо, что такой способ есть, потому что теперь же DLC-то нельзя купить. Resident Evil Code Вероника. Если вам интересно, почему... В этом ты можешь купить оригинальную игру и снова получать DLC. ...считается излишне сильным оружием, вот почему. По какой-то причине, если вы целитесь вниз, нож начинает игнорировать обычные кадры неуязвимости врагов. В этих играх ножи обычно не очень сильные. И после замаха они наносят урон один раз. Но в Code Вероника, если использовать нож, одновременно целясь вниз, нож ударит врага три или четыре раза. Это делает нож по уровню урона близким к дробовику. И это был не ремейк Resident Evil 4, где ножу добавили уровень прочности. Этот нож настоящая бессменная машина для убийства. Для того, чтобы он реализовал свой полный потенциал, вам нужно просто... Потому что патроны как бы в резике это очень как бы... ...смотреть вниз. Что-то мне подсказывает, что вряд ли игру запрограммировали так намеренно. А вот на четвертом месте возможность сжать крестик, чтобы звать Шона из Heavy Rain. Мне трудно будет записывать этот пункт на хихика. Это один из лучших багов в истории видеоигр. И появился он в игре с лучшими и самыми странными QTE в мире. Я сильно сомневаюсь, что разработчики хотели, чтобы люди это делали... У меня Heavy Rain только начало проходил. Блин, надо будет его пройти на самом деле. Потому что интерактивное кино хороших мало, а Heavy Rain говорят неплохое. ...важного драматичного момента. И я опять вспомнил, как это звучит. В финале игры во время самого важного момента во время развязки вы можете нажать на крестик, чтобы прокричать имя Шона. Затем можно выбрать любое действие с помощью L2, что начнет кат-сцену, пока фраза еще проигрывается. Если правильно все сделать, вы сможете кричать Шон на протяжении всей кат-сцены и даже после нее. Это бессмысленно, но это так смешно. Папа Шон! Вот серьезно, я сейчас начитываю этот текст, вспоминаю, как это звучит и стараюсь просто не ржать. Третье место. Все в буху наорал. О, начинал, вот я тебе играл. Это очень старый баг, но такой странный, что я просто обязан был его упомянуть. В этой игре очень необычная система накопления опыта. Вместо обычной системы общего опыта из любой ролевой игры, Final Fantasy 3 используете систему, которая больше всего мне напоминает Скайрим. Если вы используете атаку, вы прокачиваете урон. Используете магию, качается магический урон и так далее. Это немного сбивает с толку новых игроков, потому что понять эту особенность можно далеко не сразу. Уморительно то, что легче всего прокачать характеристики... Она только что сама себя в луком стрельнула, либо ему. Можно далеко не сразу. Узаляйте. Сама себя в луком стрельнула. Вы посмотрите. Застрелилась. То, что легче всего прокачать характеристики атаку своих же союзников. Они увеличиваются так же сильно, как при атаке врагов. Но делать это можно гораздо быстрее. Это, конечно, круто. Но в этой игре на самом деле есть еще более легкий способ гринда. Вы можете использовать баг с отменой выбора цели. Если вы выберете врага в качестве цели физической или магической атаки, вы сразу получите за это опыт. Вам даже не нужно атаковать. Просто выбираете врага и отменяете выбор снова и снова. Это же супер мега-эмбах. Это смахивает на глюк с бесконечными предметами из Final Fantasy 7. Но тут игра ломается еще сильней. Это совершенно смехотворная программная ошибка, которая работает даже в современных версиях игры. А на втором месте супер прыжок из Halo 2. Блин, ну вот бывают такие вещи. Вот даже я сейчас разрабатываю игру небольшую. Вот, мне кажется, избежать всех багов невозможно при большом желании. Ого. местах карты вы сможете забраться в стыке между разными объектами уровня, что почему-то подбросит вашего спартанца в воздух. Угол, под которым вы ускоритесь, может быть разным. Так что вы можете перелететь половину карты, а можете просто оказаться высоко в небе. Как бы там ни было, это прикольный трюк. Звучит он непросто, но если вы знаете, что вам нужно делать, его не так уж и сложно провернуть. Жестокие разработчики удалили его из новой версии игры из Master Chief Collection. Но в версии для первой Xbox он остался. И с ним все так же весело баловаться. И наконец на первом месте Skyrim. Да, вы все знали, что здесь будет Skyrim или по крайней мере игра от Bethesda. Как без Skyrim и прочего? Да, можно. Это просто шикарный пример неожиданных последствий работы движка, к которым разработчики были не готовы. Видите ли, в Skyrim можно прятаться за интерактивными предметами, для которых работает физика? Один бесстрашный игрок тогда подумал, раз можно спрятаться за ведром, почему бы не повесить ведро на голову персонажу? На удивление это сработало. Игра достаточно проработана для того, чтобы конус зрения неигровых персонажей начинался из головы и блокировался различными предметами. Однако разработчики не предусмотрели никакой реакции на повешенное на голову ведро. Так что жители Skyrim просто стоят ничего не нормально, пока вы обкрадываете их до нитки. Я должен отдать дань уважения Bethesda, которые поняли какой-то замечательный трюк и не стали его удалять. Может, он дает игрокам нечестные преимущества. Но это одна пользовательская игра, так что кому... Кто как бы захочет играть честно, не будет им просто пользоваться. А кому пофанится, почему нет? О, байонетка. Хороший ролик. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите и подписывайтесь на канал Никитун, обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Спасибо большое. И всем удачки, всем пока.